Всем привет! В этом видео вы узнаете 6 разных способов сделать звездочку из бумаги своими руками. Мы с вами сделаем 8-конечную звездочку. Такую красивую 5-конечную. Она очень классная. Сделаем с вами 4-конечную такую звездочку. Также другой вариант 4-конечной звездочки, но плоской. Также мы с вами сделаем такую красивую звезду из бумаги. Как сделать звезду 6 лучей? Для этой звездочки возьмите квадратный лист бумаги. Размер можно выбрать абсолютно любой. И согните этот квадрат пополам, по диагонали. То есть мы с вами делаем первую диагональную складку. И согните еще раз пополам. Смените положение. Смотрите, чтобы два уголка было с левой стороны у вас. Теперь к низу согните две одинаковые части. То есть мы получаем одну треть. И вторую треть. Сгибаем. Есть, да? Получилась такая заготовка. Возьмите ножницы и сделайте надрез. Разверните заготовку. Как видите, уже заготовка 6-конечной звезды готова. И теперь вам нужно поправить лучики. То есть выгнуть их вверх. Сделать такую складку горой. Там, где длинные лучи. По всем 6-ти лучам. Сделайте такие изгибы. Такая заготовка у вас должна быть. И все. Теперь вы можете расправить звездочку. Поправьте, если хотите. Можете использовать такие звездочки в аппликациях. Также от угла надреза зависит то, какая звезда у вас получится. Смотрите, если угол сделать очень такой острый. Как сейчас я делаю, например. Получится заготовка для звезды очень острой такой. А если угол надреза будет такой более тупой. То звезда будет с более широкими такими лучами. Видите, то есть звездочки могут быть совершенно разные у вас. По этой схеме. Все зависит от угла надреза. Также можете приклеить, если хотите. Сделать разные аппликации. Разные там звезды с такой серединкой. Интересной, забавной. Можете также еще такую звезду приклеить. Как сделать пятиконечную звезду? Возьмите квадратный лист бумаги. Я использую 21 на 21 сантиметр. И согните его горизонтально пополам. Есть, да? Получилось. И теперь согните правый нижний угол кверху. Мы делаем такую складку наискосок. Развернули. И точно такую же складку сделайте вниз. Разверните. Как видите, мы обозначили такую точку пересечения этих линий. И к этой точке поднимите угол нашей заготовки. И зафиксируйте новую складку. Есть? Получилось? Надеюсь, ничего сложного. Теперь кверху поднимаем треугольник. И теперь нижнюю часть заготовки согните пополам. Чтоб она как раз прилегала к нашей верхней части заготовки. И теперь по этой линии согните. Для такой пятиконечной звезды вы можете использовать любую бумагу любого цвета. Красную, зеленую, желтую. Какую захотите. Красную звезду, например, можно использовать на 9 мая. И теперь отрежьте лишнее. Здесь точно так же угол отреза играет роль, какая звезда у вас получится. Например, если такой угол где-то 45 градусов, разрез у вас должна получиться такая красивая, стандартная, пятиконечная звезда. Какая, например, на башнях Кремля. Точно так же согните длинные лучи этой звезды. И все. Пятиконечная звезда готова. Можете на открытку сделать такую звезду. Как сделать восьмиконечную звезду? Возьмите квадратный лист бумаги и согните его по диагонали пополам. Разверните. И сделайте еще одну складку, но уже по другой диагонали. Разверните. Сделайте складку по горизонтали, по центру. Разверните. И согните еще раз пополам. Сделайте точно такую же складку, но уже по другой горизонтали. Разверните. И верхний уголок согните к центру. Повторите это с другими тремя уголками. У вас должен получиться такой своеобразный конвертик. Квадратный. Возьмем один уголок. И согните его подобным образом. То есть мы делим один угол этого угла, верхний, пополам. По биссектрисе. Точно так же делаем с другой стороны. Получилось, да? Точно так же сделайте и на других трех треугольниках. А вы уже подписались на канал Модульной Оригами и не только? Есть. Мы сделали такие четыре заготовки на этих треугольничках. Теперь нам нужно их поднять кверху. Эти точки совместите. Видите? То есть мы там, где линия изгиба, мы ее должны разместить как раз по верхней части нижнего квадрата. У вас все получается? Так, получилось, да? Сделали таких четыре заготовки. И теперь согните пополам, по горизонтали. Хорошо, зафиксируйте складку ногтиком, чтобы вам в дальнейшем было удобнее. И точно так же под другой горизонтали. Зафиксируйте складку. А теперь нам нужно не по диагонали согнуть, а немножко как бы в бок получается. Мы совмещаем вот эти треугольнички и делаем такую своеобразную складку новую. Получилась, да, такая складочка. Измените угол расположения заготовки. И точно так же сделайте еще одну такую складку. Совместите верхние треугольнички вместе. Таким образом. И сделайте складку. Есть вторая складка, да? И повторите делать точно так же. Еще сделайте так две складки. Это третья складка получается. И сделайте четвертую складку. Надеюсь, вы любите хорошо потрудиться, чтобы получить хороший результат. Разверните. Переверните на другую сторону. Как видите, у нас уже обозначено много складок. И теперь по длинным лучам этой будущей звездочки нам нужно согнуть такой складкой гора. Зафиксируйте складки, чтобы они были согнуты вверх. Вот так выпирали по длинным вот этим лучкам будущей звезды восьмилучевой или восьмиконечной звезды. И начните складывать саму звездочку уже по этим длинным складкам. То есть где длинные складки мы выпираем, как бы получается. А где лучики соединяются, там мы делаем складку долина. То есть вниз как бы сгибаем. Очень похоже на предыдущую звездочку. Например, шестилучевую и пятилучевую звездочку. Пятиконечную и шестиконечную звездочку. Я специально здесь ничего не вырезаю, чтобы если у вас вдруг появятся какие-то нюансы, вам будет что-то не видно, непонятно, чтобы вы смогли рассмотреть им на полность, как все делать звездочку. Иногда пишут, что слишком долго, но я стараюсь как бы показать хорошо, чтобы вам было понятно все сделать. Так, сделали, да? Согнули все лучики и смотрите, какая у вас заготовочка должна быть. И поставьте на какую-нибудь поверхность и нажмите пальчиком. Восьмилучевая звезда готова. Как сделать пятиконечную звезду? Другой способ. Возьмите прямоугольный лист бумаги. Например, бумага А4 для принтера. Свет возьмите любой. И сделайте квадрат. Согните квадрат пополам, по горизонтали. Получилось, да? Теперь сверху согните один уголок. Есть, да? Получилось. И точно так же в другую сторону. Здесь эти несколько шагов похожи на то, как мы делали первую пятиконечную звезду. Помните, такую красную мы делали? Но здесь звезда будет дальше делаться совсем по-другому. А сейчас нам нужно просто сделать пятиугольник из бумаги. Согните треугольник. Сделайте такой треугольник сверху. И по этой линии вам нужно будет отрезать. Так, отрезали лишнее. И смотрите, какой у нас пятиугольник из бумаги получается. Это наша будущая заготовка для пятиконечной звезды. Есть, да? Получилось у вас. И теперь снизу отогните. И сделайте новую складку. Уголками нам нужно попасть на вот эти складки. Видите? Складки идут. И здесь уголками именно туда надо попасть. Сделайте. Зафиксируйте складку новую. Разверните. И повторите. Делать точно так же с другими сторонами этой заготовки. Смотрите. езда сделали пять таких складок ведь уже звезда даже просматривается здесь контуры и так с левой стороны согните но не до конца а на пересечении с нижней складкой видите как бы по нижней складки по боковой складки мы вот такой уголочек как бы загибаем есть точно также здесь повторите боковую складочку фиксируем как бы не до конца и нижнюю складку и на пересечении видите треугольничек на пересечении этих двух отрезков бокового и нижнего мы загибаем треугольничек случается в сторону так делаем третий такой треугольничек делаем четвертый треугольничек такой такую складку кстати такую звездочку вы можете сделать например на елку когда будет зима и канун нового года можете сделать разноцветные такие звездочки украсить свою елку либо прям на верхушку сделать или если у вас будет какое-то задание в школе например аппликацию сделать использовать такую звездочку она очень красивая получается все когда мы сделали пять таких складочек теперь берем и складываем эти треугольнички друг на дружку получается у нас уже должна получиться такая звездочка и конечная смотрите если вы все сделали правильно она очень легко у вас все сложится есть на переворачиваем на другую сторону смотрите какая прелесть и теперь нужно делать сейчас такой трюк смотрите пальцем берем здесь и немножко как бы места отступаем зажимаем и делаем такую складку перевернули изменили расположение точно также ставим палец и сгибаем здесь я думаю вы уже видите да как лучи этой будущей звездочки уже очень красиво складываются берем палец и снова делаем такую складку вниз получается верхний угол треугольничка он попадает ровно в центр пальцем прижимаем и точно также в центр и фиксируем складку и теперь пятый лучик остался звезды берем точно также как бы пальцем место отмеряем и делаем новую складочку фиксируем фиксируем все хорошо и накрываем как бы пятой той складочкой есть да звездочка пятиконечная готова смотрите какая красавица у нас получилось как сделать четырехконечную звезду вариант номер один возьмите квадрат бумаги и согните его по диагонали разверните и сделайте еще одну складку по другой диагонали переверните на другую сторону пальчик в центр ставим и сделайте складку по горизонтали по центру разверните измените положение и точно также согните пополам но уже по другой горизонтали разверните переверните на другую сторону и сейчас сделайте такую складку то есть мы правый угол центральная линия пригнули теперь с левой стороны левый угол мы к центру согнули фиксируем складку то есть похоже на летающий змей есть да развернули квадрат смотрите эти две складки мы только что сделали и теперь нужно совместить эти две точки то есть . в центре и . которая на только что сделанной складки совмещаем получается да постарайтесь не промазать эту звездочку вас перекосит и она будет некрасивой нам нужно сделать красивую звездочку из бумаги верно и теперь эту точку совместите с этой совместили и фиксируем новую складку под ней получается и теперь смотрите снизу мы получается здесь этот треугольничек делим пополам то есть сгибаем и это получится часть уже луча звезды есть да сделали складку и точно так же с этой стороны то есть мы к нашей бывшей диагональной складки поднимаем нижнюю сторону если вы все делаете правильно оно все очень очень легко складывается здесь есть да так меняем расположение заготовки и точно так же делаем другими треугольничками я специально здесь ничего не вырезаю показываю полностью весь процесс как вы считаете нужно ли здесь было вырезать в этом моменте и не показывать вам вот этого как мы делали с другими лучами звездочки напишите об этом комментарии все звездочка четырехконечная готова как сделать четырехконечную звезду из бумаги вариант номер два здесь мы будем уже использовать ножницы прошлый вариант был чисто оригами то есть мы складывали а здесь будет кириками оригами сделайте две диагональные складки в этом квадрате получилось да переворачиваем на другую сторону пальчик в центр и сгибаем пополам по горизонтали кстати в этом варианте звездочки звезда будет такой объемной красивой сделайте еще одну складку по другой горизонтали разверните и теперь пальчиком снизу фиксируем и с правой стороны вот здесь согнули фиксируем складку отвернули левую сторону прижали по центру все фиксируем смотрите какой ромб у нас должен получиться и берем с одной стороны и к центру сгибаем и со второй стороны делаем точно так же получилось да перевернули на другую сторону и делаем еще две такие же складки разворачиваем все это дело есть да смотрите какая зактовка для четырехконечной звезды у нас должна получиться берем ножницы и делаем четыре надреза согните эти треугольнички по желанию их можно приклеить сразу если хотите лучше использовать клей карандаш переворачиваем на другую сторону и немножко сожмите вот так к центру мы придаем объем нашей этой звездочки из бумаги четырех лучевой а вы смогли сделать такие звезды из бумаги напишите об этом в комментарии например я смог сделать и напишите пожалуйста какие вы смогли сделать смогли ли вы сделать восьми лучевую звезду или только вы пяти лучевую сделали какая вам звездочка больше всего понравилась также сфотографируйте свои звездочки из бумаги поделитесь их фото в социальных сетях, например, ВКонтакте или в Одноклассниках. И не забудьте поставить тег «Модульный оригами и не только». Также поставьте палец вверх этому видео. Нажмите «Подписаться», если вы еще не подписались на канал «Модульный оригами и не только». Ударьте в колокол, чтобы получать уведомления о выходе новых видео и не пропустить их. Также поделитесь ссылкой на видео с друзьями и выберите здесь социальную сеть, в которой вы зарегистрированы. Также вы можете посмотреть и другие наши видео. Заходите чаще на канал. Надеюсь, что здесь вы найдете для себя много всего интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!